Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол, советник, директора Национального института стратегических исследований, подключается к нему. Здравствуйте, Андрей Иванович. Рады вас видеть. Рады вас видеть. Ну что ж, с российской мобилизацией все как бы понятно. Путин пытается максимально собирать ресурсы для войны. Но давайте поговорим, что на международном уровне делает Россия. Там удивлений не меньше. В правительстве Российской Федерации прорабатывают вопрос снятия с афганского движения «Талибан» статуса террористической организации. Что сказали в российском МИДе? Что касается снятия с движения «Талибов» статуса террористической организации, этот вопрос прорабатывается Минюстом и МИДом и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны. Ну то есть речь идет наверняка о Путине. Зачем россиянам легализировать «Талибов»? Расскажите. Нравится нам это или не нравится? И в общем-то всему миру, большинству во всяком случае. Но руководит сегодня государством Афганистан движение «Талибан». Движение «Талибан» мы знаем существует уже третий десяток лет. Оно трансформировалось, оно за это время многократно изменялось. Оно вело в значительной мере освободительную войну против Советского Союза. А потом частично сопротивлялось действиям Соединенных Штатов в международной коалиции. То есть это не вчерашнее явление, это в общем-то признанный факт в мире и как-то с этим надо считаться. Как с этим считаются? ООН признала «Талибан» террористической организацией, страны Европейского Союза также, Соединенные Штаты Америки также. Те, кто не признал такого статуса «Талибану» не дал, они все равно как-то держатся от Афганистана подальше. Кроме двух стран. Это Китай и Пакистан. И Китай и Пакистан имеют в Кабуле сегодня послов. Они не признали это движение как полномочного правителя страны. То есть признания правительства не существует, но послы есть, они действуют, развиваются экономические и, можно смело говорить, и военные отношения. То есть «Талибан» получает от этих стран, но не только от этих, машины, механизмы, энергию, товары бытовые и так далее. Расплачивается частично теми рудами или сырьем, которое существует в самом Афганистане, ну и расплачивается в будущем. Обещает, что в будущем будет гораздо лучше. Поэтому Российской Федерации, естественно, в этой ситуации нужно что-то делать. Ее союзник Китай признал фактически «Талибан» и с ним сотрудничает. И не исключаем, что Пекин подталкивает Москву, чтобы она сделала то же самое. Тогда ему будет менее неудобно находиться там, ну в таком почти одиночестве Пакистан, скажем так, менее значительная страна. Поэтому этим в России и занимаются. Это с одной стороны. С другой стороны, «Талибан» контролирует в значительной мере реальную территорию страны, где в последние десятилетия существовали десятки, если не сотни, различного рода террористических организаций. Кстати, тот же террористический ИЗИС или ИГИЛ Хорасан, который осуществил террористический акт в Москве с огромным количеством жертв, он тоже базируется в основном в Афганистане. В Афганистане, частично в странах Центральной Азии. Во всяком случае, в Центральной Азии он набирает для себя будущих шахедов. Таким образом, у России есть объективные предпосылки для того, чтобы каким-то образом контактировать с «Талибаном», который, как «Талибан», в свою очередь, борется против Исламского государства, против ИГИЛ. Потому что двум медведям в одной берлоге тесно. Поэтому террористическому, в общем-то, «Талибану» надо уничтожить еще более террористический ИГИЛ, и тогда он будет руководить Афганистаном в полной мере. Это не очень просто. ИГИЛ не сдается. И Россия в этом смысле имеет свой интерес. То есть, с объективной точки зрения, казалось бы, Россия правильно делает, что она собирается установить отношения с «Талибаном» полноценные. Отношения и сейчас есть. С другой стороны, это опасный путь, потому что мы знаем, что «Талибан» был основан в значительной мере идеологически на том, что все белые, а особенно белые колонизаторы, Российская Федерация в частности, это наши исконные враги. Мы можем с ними в какой-то момент более-менее находиться в отношениях, но наша задача все равно бороться с ними, наносить им вред, а при возможности и уничтожать. Вот Пакистан – это, так сказать, родственники. Не друзья, не враги, но родственники. А вот те северо-белые, шурави, они наши полноценные враги и навсегда. Таким образом, открывая путь к какому-то формальному, неформальному признанию и, во всяком случае, к развитию отношений с «Талибаном», с «Кабулом» сегодняшним, Российская Федерация решкует. Ну, с другой стороны, государство-то террористическое, потому им с террористами, естественно, где-то так и не больно, не противно, не противоестественно. Это где-то одного поля ягода. Другого масштаба, другого формирования, другого корня, но одного корня. Одна и та же база, одни и те же ценности. Андрей Иванович, а каким образом тогда переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпинем могут окончиться? Вот недавно президент США провел телефонный разговор с китайским лидером. Конечно же, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Вот, как говорится, что Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу поведения Китая в Южно-Китайском море. Говорили о том, что филиппинский сухогруз, китайские корабли обстреляли из водометов. Ну, какая-то, в общем, небольшая провокация, без жертв это все обошлось. Расскажите, о чем они могли еще говорить сейчас? Конечно, говорили и об Украине. Какие позиции сейчас у Китая и Белого дома относительно войны здесь у нас? Все это было, и сухогруз был, и вопросы в Северной Корее тоже были. В чем дело, в чем причина? В Китае собираются с визитом два очень серьезных человека. Министр финансов и государственный секретарь. Министр финансов даже важнее в данном случае. Почему? Потому что в основном сегодняшние отношения Китая и Соединенных Штатов строятся на торговой основе. Идет торговля, значит, не идет война. Товарооборот фантастический, более 700 миллиардов долларов ежегодно. То есть, можно себе представить, по 2 миллиарда в день. И поэтому, используя тот факт, что едет министр финансов, который будет, в общем-то, ставить, она, женщина, будет ставить определенные рамки, каким образом дальше развиваться торговым отношением двух стран, то это и использует президент Соединенных Штатов, чтобы сказать, чем он недоволен и чего он ожидает от Китая взамен, если министр финансов будет проявлять снисходительность или внимание к тем или иным китайским запросам. И Украина здесь явно не последняя точка. Может быть, первая Тайвань, но Украина явно будет вторая. Украина будет вторая по той простой причине, что при отсутствии на данном этапе финансовой поддержки от Конгресса США, китайская военная или военно-техническая поддержка Российской Федерации могла бы играть губительную роль для ситуации в Украине. И поэтому Байден четко предупредил, попросил, напомнил своему китайскому коллеге о том, что всякий шаг в сторону какого-либо наполнения российских запасов тем, что они могут использовать в войне в Украине, будет неприемлемым и, соответственно, отзовется серьезно на отношениях с Соединенными Штатами. Речь идет не только о прямых санкциях, но и о вторичных санкциях. Китай не имеет права передавать России что-то, что он купил на свободных рынках мира, в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе и так далее, если это может быть использовано в России. Ну, те же чипы, те же какая-то электроника, какие-то современные механизмы, станки и так далее, и так далее. В Китае это все знают. В Китае прекрасно понимают, что можно, что нельзя. И в этом смысле напоминание Байдена ничего нового не откроет. Но оно продемонстрирует, что для Соединенных Штатов вопрос поддержки Украины жизненно важен. Он имеет для Соединенных Штатов не символическое, а системное значение. Соединенные Штаты считают поддержку Украины своим краеугольным камнем своей международной политики, в частности, европейской политики. То же самое, кстати, говорил Блинкен, госсекретарь президенту Макрону вчера в Париже. То есть на всех возможных площадках, где американский голос слушают, его, наверное, слушают всюду. А наши американские партнеры не забывают поддерживать нас. Пока они не могут, ввиду существующего противостояния в Конгрессе, пока они не могут это поддерживать реальными боеприпасами, они это делают политическим давлением. Поэтому разговор был важный для нас. И будем надеяться, что в Пекине не глухие. Спасибо большое, Андрей Иванович. Действительно, будем надеяться. Все-таки Майк Джонсон сказал, что не безвозмездно, но в кредит он полностью и всецело за поддержку Украины. Обещают после Пасхи поставить этот законопроект на голосование. Ну, ждем. И с вашей помощью будем обсуждать уже его итоги. Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований, был в нашем эфире. Спасибо вам. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Продолжение следует...